Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу вместе с вами поискать новые клея для приготовления слайма. Все претенденты, которые будут в сегодняшнем видео, у меня уже стоят на столе, вы их все можете наблюдать. Каждый из них у меня в двух экземплярах, потому что я буду проверять сразу с двумя разными активаторами. Это жидкий порошок, в моем случае это персил, и обычный активатор, который я делаю, это тетраборат натрия плюс вода. Поясняю, почему я не использую чистый тетраборат натрия, потому что с ним намного тяжелее работать. Если клей рабочий, то он будет работать как и с тетраборатом натрия, так и с активатором, который я делаю самостоятельно. То есть это вода плюс тетраборат натрия, но с обычным активатором, который уже разведенный, намного легче работать, поэтому я его всегда использую. Ну теперь давайте начинать, поехали! И первый клей, который я сегодня хочу проверить вместе с вами, вернее даже клея, это вот такие вот наборчики, которые я покупала в магазине Лента. Они прям идут и под фирмой Лента. Здесь есть клей роллер, клей ПВ канцелярский и клей карандаш. Карандаш мы проверять, скорее всего, не будем, потому что мало кто ими пользуется для приготовления свайма. Также знаю, что они какие-то работают, какие-то нет, поэтому мы проверим только ПВ и канцелярский, ну либо же роллер, как здесь написано. Итак, давайте откроем первую упаковочку. И да, хочу напомнить то, что все цены будут указаны вот здесь вот сбоку. То есть все цены будут написаны в видео, если кому интересно, для кого это важно. Наверное, сначала мы проверим клей ПВ. Итак, в этом тюбике 120 грамм. Открываем его, наливаем. Итак, смотрите, какой он у нас по консистенции. Тут что-то такое среднее, он, я бы и не сказала, что он слишком густой. В то же время он не сильно жидкий. И обычно как раз-таки из таких клеев чаще всего получаются слаймы. Итак, я беру свой активатор и потихонечку его добавляю в клей. Как видите, у нас уже начинает загустевать клей. Это значит, что, скорее всего, он работает и из него получится слайм. Ну, я сейчас аккуратненько это все перемешаю. Ребят, мне очень неудобно перемешивать в этом контейнере, поэтому я перелью весь клей в контейнер, ну вернее, в миску побольше. Что-то я как-то не рассчитала силы, налила весь клей, хотя миска такая была маленькая. Ну, вернее, это контейнер. Миска как раз-таки прям самая то, что нужно. Я добавлю еще, наверное, немного активатора, потому что оно все очень жидкое. Ну все, смотрите, это практически готовый слайм. То есть осталось только немного его повымешивать в руках, и все будет готово. Ну что, ребят, смотрите, вот такой вот слайм у меня получился. Он очень круто хрустит. Не знаю, конечно, как кликает, сейчас мы с вами проверим, но прежде чем мы будем проверять его на то, как он кликает, уже по традиции пытаюсь надуть свой любимый пузырь. Вот именно пытаюсь, и у меня это получилось. Клей очень хороший слайм получился прям очень классный по текстуре. И смотрите, какой он глянцевый. То есть я сюда ничего не добавляла, ни масла, вообще ничего. Сам слайм очень хорошо блестит и переливается. Давайте-ка теперь спросим мнение эксперта в роли Дениса. Денис, трогайте и говорите, как вам слайм. Классный слайм. Вот такой клей надо брать. Короче, ребят, реально клей очень классный. Мне безумно нравится, прям офигенный получается. Итак, запоминаем. Этот клей у нас работает. Этот слайм я, наверное, уберу в этот контейнер. Он немножечко весь к клею, но ничего страшного. Далее мы проверим вот этот клей-роллер, также с тетраборатом натрия. Ну а следующую упаковочку мы уже будем проверять с персилом, работает или нет. Открываем его. Я забыла сказать, сколько здесь миллилитров, и здесь 50 грамм. Наливаем его. Так, все, я весь вылила. Закрываем. Смотрим. Тут самое главное, чтобы клей был прозрачный. И клей действительно прям прозрачный-прозрачный, потому что сейчас часто встречаются очень мутные канцелярские клея. Тот же берлинг, которым я раньше пользовалась, сейчас, к сожалению, очень мутный. Итак, добавляем сюда активатор. И да, ребят, смотрите, все уже прям очень быстренько начинает загущаться. Я взяла уже слайм в руки, буду его в руках перемешивать, потому что он как будто бы жидкий, но на самом деле нет. Смотрим, что у меня получилось. У меня действительно получился очень классный слайм. Он прозрачный, но сейчас он, конечно, весь во всяких пупырках, ну, вернее, во всяких пузырьках, потому что я его очень тщательно перемешивала. Тоже классно хрустит. Проверим, как он кликает. Мне кажется, кликает даже лучше, чем клей ПВА был. Ну, вернее, слайм из клей ПВА. Денис, будете заценивать слайм? Давай. Давай. Сейчас Денис заценит. Липучка, да? Ну, прилипает. Прилипает вообще, ребят, очень сильно к рукам. Ну, да, но почему он прилипает? В общем, самое главное то, что клей работает, слайма получается. Ну-ка, розочку сделаем. Очень круто хрустит, но боюсь я добавлять еще активатор, потому что боюсь переборщить. Вы знаете, как я часто переборщиваю именно с активатором, и у меня получаются такие резиновые слаймы. В общем, не буду больше добавлять. Этот клей тоже работает. Работает он, что самое главное с активатором. Тетраборат плюс вода. Убираем его в его контейнер. И сейчас мы эти клея, вот эти вот, те же самые, проверим уже с персилом. Итак, открываем второй наборчик. И сначала, наверное, проверим с вами также клей ПВА. Открываем его. Я раньше когда-то пользовалась персилом, и скажу я вам, это не самый лучший активатор. Потом слаймы очень быстро тухнут именно с ним. То есть тетраборатом натрия все окей. А с персилом слаймы, если с ними не играешь, они прям тухнут и начинают вонять. Поэтому я им сейчас не пользуюсь и покупаю его чисто для того, чтобы проверять клея, работают они или нет с ним. Потому что кто-то, я знаю, им пользуется. Так вот, хотела вас спросить, напишите в комментариях, каким активатором пользуетесь вы для слаймов. Возможно, тетраборат чистый, возможно, так же, как я водой разводить. Возможно, вы вообще сухим борексом пользуетесь, а может быть, и как раз-таки жидким порошком. Так что пишите в комментариях, какой активатор используете именно вы. И теперь я просто беру свой персил огромный и открываю его, и потихонечку добавляю. В принципе, я думаю, если просто с тетраборатом работает, то с персилом тоже должно быть все окей. Так, добавляем еще. Вы видели, какой он жидкий. Так, мне кажется, очень много налила. Так, перемешиваем. Так, ну-ка в руки возьму, и, наверное, уже в руках буду перемешивать. Хотя это очень-все очень жидко. Смотрите, прям какие, так сказать, сопельки. Ну, я думаю, что еще понадобится персил. Вроде бы что-то получается, но все очень жидкое. Ну что, ребят, смотрите, вот что у меня получилось. Клей работает действительно с персилом. Такс. Но слайм получается очень жидкий, прям какой-то желейный. Он не кликает, не хрустит. Ну, что-то как-то не очень он мне нравится. На самом деле именно с персилом результат. Смотрите, вообще не хрустит. А, нет, чуть-чуть, чуть-чуть есть. Ну-ка, может быть, еще добавим немного персила. Прямо очень жидкий. Давай, еще немного добавлю персила, ребят, потому что очень жидкий. Может быть, он поможет, и кликать начнет хорошо после этого, и хрустеть. Перемешиваем. Так, смотрим результат после добавления персила еще. Ну, кликать он определенно лучше стал. Попробуем растянуть. Ну, растягивается, конечно, очень круто, но он уже начал рваться. Э, камон. Короче говоря, этот клей работает, и с персилом работает, и просто с аппаратом натрия он работает. Итак, убираем стороночку. Теперь давайте проверим, как работает этот канцелярский клей с персилом. Также его открываю и наливаем в наш контейнер. Теперь добавляем персил и перемешиваем. И смотрим, видим, что все вроде бы круто, и сразу же клей начинает сворачиваться, а значит, то, что он с персилом тоже работает. Сейчас я доведу его до идеального состояния, сделаю слаймик, и уже вам покажу. Ну, смотрите, прям очень-очень быстро начал сворачиваться. Все, смотрите, я полностью вымешала этот слайм, и он у меня получился, что самое главное. Вот канцелярский клей уже намного лучше с персилом хрустить, нежели, чем клей ПВА. Итак, еще раз делаем розочку. Да, прям классные звуки такие издает. Он прозрачненький, как вы видите. Мне кажется, вам даже очень хорошо сейчас меня видно через него. В принципе, хорошо кликает. Ну, хотя я бы сказала, наверное, не хорошо, а так себе на троечку, потому что вроде бы сначала хорошо кликало, а теперь как-то, ну... Короче, напишите в комментариях, как он хорошо кликает, либо же нет. По пятибалльной шкале оцените. Все, убираем его обратно в контейнер. И что мы видим? Мы видим, что клей от фирмы Лента и канцелярский ПВА работают и с персилом, и с обычным активатором. Все, это убираем в стороночку, и переходим к следующему клею. Следующий клей, который я буду проверять, это вот такой вот клей от фирмы Контакт. Он идет ПВА. Очень долго его искала. Вы меня очень долго просили проверить именно его, и нашла я его в Ашане. Так что, если кто-то из вас его ищет, то как бы Ашан это то место, куда вам нужно заглянуть. По-моему, я его купила в строительном отделе. Итак, открываем первую упаковочку. Открываем его. Так, здесь нет никакой закупорки, поэтому сразу же наливаем. Да, забыла вам сказать, то, что в этом клее 60 миллилитров. Так, все, закрываем. И сначала я проверю этот клей, как он работает с моим обычным активатором. Так, добавляем пару капель и перемешиваем. И смотрите, да, действительно, этот клей вроде бы работает, но у нас уже что-то начинает загущаться. Да, рано, конечно, я его взяла в руки, но у меня, как обычно, привычка, если что-то уже начинает загущаться, вернее, слайм, то сразу же его брать в руки. Меня это к саму немножечко бесит, но, блин, как есть. Он очень странный. Смотрите, как начал загущаться такой паутинкой. Перемешиваем. Ребят, этот клей очень густой, и если бы я им пользовалась, то я бы, наверное, разводила его сначала водой, а потом бы уже добавляла активатор, потому что он настолько густой, такого густого клея, я, наверное, еще не видела, мне кажется. Он прям и по своей, так сказать, в структуре какой-то очень плотный. Наконец-таки я вымешала этот слайм. Смотрите, что у меня в итоге получилось. Клей очень густой, очень густой, как я вам и сказала, и слаймы вымешиваются с трудом. Но, что самое главное, он работает, как вы видите. Итак, хрустит он классно, но кликает как-то, ну, что-то как-то не очень. Мне на самом деле результат нравится. Недаром вы мне все говорили про этот клей. Слайм получается очень классный. Напишите в комментариях, делали ли вы слаймы из этого клея. Как вам результат, понравился или нет. Так, все, я его тоже убираю в свой контейнер. И теперь давайте проверим этот же самый клей, но уже с персилом. Итак, открываем, наливаем. Вот серьезно, если его будете брать, попробуйте добавить немножечко воды. Ну, потому что смотрите, какой он густой. Мне кажется, слаймы будут лучше по консистенции. Самое главное, ну, чуть-чуть добавить, совсем чуть-чуть, чтобы он хотя бы немного пожиже стал. В общем, все, закрываем его, берем персил и наливаем в ложечку. Добавляем сюда и перемешиваем. И да, смотрите, с персилом вроде бы тоже начинает загущаться. Это значит, что он работает с разными активаторами. Смотрите, что у меня получилось. Наконец-таки я его, да, вымешивала. Слайм готов. И мы его проверяем. Вау, вот мне кажется, здесь он классно кликает. Хрустит, кстати, круто, так же, как и тот слайм, который я загущала другим активатором. Так. Ого, какие пузырячки хрустые дуются. Очень круто, прям хрустит, мне безумно нравится. Ну-ка, покликаем. Давайте вы напишите в комментариях, какой результат вам понравился больше всего с этими клеями. Либо просто с обычным активатором тетраборат плюс вода, либо же с персилом. Вот этот такой более жидкий, а этот прям такой густой-густой. Самое главное, что клей работает и с одним активатором, и с другим активатором, и его можно смело брать и сделать из него классные слаймики, но я думаю, что все-таки лучше его сначала разбавлять хотя бы чуточку водой, и тогда слаймы будут получаться более такими, как сказать, мягкими, эластичными. В общем, ладно, убираете клея тоже в сторонку, они работают, это очень круто, и давайте проверять следующие. Следующий клей, который я буду с вами проверять, он выглядит вот таким вот образом, он называется клей ПВА универсальный, брала я его в Ашане в строительном отделе, больше тоже нигде не встречала, хотела сказать вам фирму, и не могу ее, честно говоря, здесь найти, короче, здесь написаны три буквы, это В, Г, Т, и все, как бы других обозначений нету, я сразу, наверное, налью оба этих клея в боксики, и мы сначала проверим с одним активатором, потом с другим, и так, он очень густой, как вы видите, прям очень густой, у меня почему-то закрадываются такие мыслишки, то, что он не работает, не знаю, почему я так думаю, вы как думаете, работает он или нет, можете прямо сейчас где-нибудь написать, и посмотрим, кто из нас окажется прав, ты, Денис, как думаешь, будет он работать или нет? Я думаю тоже будет. Ты тоже думаешь, да, нет, потому что у него консистенция такая очень странная, какая-то, желейная, да, а желешки такие, ну, как показывает практика, обычно, ну, не рабочие именно для слаймов, так, наливаем сюда, я забыла сказать, сколько здесь миллилитров, потому что сама не нашла, в общем, здесь 0,1 килограмма, короче говоря, здесь 100 грамм клея, сначала добавляем просто активатор, перемешиваем, и слушайте, вроде, а хотя нет, он начинает превращаться в творог, но я не буду сдаваться, я еще поперемешиваю, видите, я оказалась, можно сказать, права, клей не работает, из него получается творожок, не надо писать в комментариях, то, что, типа, повымешивай в руках, у тебя все будет окей, не, 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 такое точно не работает, если вот так вот начинает, короче, если складывается вот такая вот ситуация, клей начинает загущаться вот таким вот творогообразным состоянием, то все, его ничего не спасет, единственное, что сюда можно добавить работающий клей, тогда возможно и да, но как бы, блин, я только заляпалась, короче, капец, хотела вам показать то, что нифига не получится, или сама заляпалась, в общем, ладно, пойду руки помою и вернусь к вам, итак, теперь давайте проверим, чудеса случаются или нет, в общем, если они случаются, то этот клей будет работать с персилом, ну-ка, 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 добавляем, перемешиваем и смотрим, и походу нет, чудес, к сожалению, именно с клеем бывает, не бывает, а так-то не случается, если что, и капец, капец, к сожалению, этот клей не работает, вот и первый неработающий клей в этом видео, так все хорошо начиналось, все три клея, которые я проверила, работали с разными активаторами, этот же клей, к сожалению, не работает, запомните его, и добавьте в свой черный список клеев для приготовления слайма, он, к сожалению, не работает, и слайм из него не получается, короче говоря, выброс денег, так что вы его не покупайте, а я его убираю, и перехожу к следующему, следующий клей, который мы с вами проверим, это клей от фирмы Ашан, здесь прям так и написано Ашан, и брала я его, естественно, в Ашане, в общем-то, здесь 100 грамм, и это виниловый клей, я думала, что это клей ПВА, схватила его, принесла домой, такая, смотрю-смотрю, а это виниловый клей, честно говоря, не знаю, что такое виниловый клей, возможно, это тот же самый ПВА, но только в какой-то другой, короче, в каком-то другом виде, короче, если вы знаете, что такое виниловый клей, то напишите, а, здесь даже написано состав, 59% вода, и 40% винилацетат, короче, шансы у этого клея невелики, мне кажется, он не работает, и слаймы из него не получаются, но сейчас мы с вами проверим, так, сразу берем два контейнера, открываем первый тюбик, в принципе, мне кажется, таким большим тюбиком можно было и одним обойтись, но ладно, раз уж у меня есть два тюбика, поэтому будем сразу оба проверять, смотрите, какой он очень интересный по консистенции, похож на какую-то гуашь или акриловые краски, все, весь клей я сюда добавила, давайте сначала его проверим с обычным активатором, так, добавляем и перемешиваем, слушайте, походу, что-то получается, или мне кажется, или он просто такой густой изначально был, ну-ка, давайте еще добавим, реально, ребят, смотрите, загущается, обалдеть, вот это шок для меня, я думала, он работать не будет, то есть, виниловый клей тоже, по всей видимости, работает, блин, он мне кажется, жижа становится, я его чем дольше перемешиваю, секундочку, подождите, добавлю сюда чистый цитраборат натрия, раз такая странная реакция пошла, так, капельку, и перемешиваю, нет, не получается, вы видели, я сначала начал так густеть, и не стыдил, прям видно было, да, он сейчас даже какими-то комками идет, давайте я еще добавлю, чистый цитраборат натрия, видели, да, сколько я ливанула, прям, лишканула, мне кажется, по полной, а вот так вроде и загущается, смотрите-ка, офигеть, странная реакция, капец вообще, да, реально работает, круто, обалдеть, ну-ка, все, я его возьму в руки, буду вымешивать руками, все, смотрите, я его полностью вымешала, вот, что у меня в итоге получилось, это действительно похоже на слайм, но, как будто такой прям очень густой слайм, как будто переборщили с активатором, но, если бы я добавила меньше активатора, то, скорее бы всего, ничего не получилось, прям густая, густая такая, как будто даже жвачка для рук, а не слайм, ну-ка, я хочу его растянуть, но, возможно, конечно, и мой косяк, и я действительно переборщила с активатором, вы знаете, да, что у меня частенько такая проблема, поэтому, может быть такое, я это тоже не отрицаю, так, делаем розочку, единственное, почему бы я вам его не посоветовала, это не потому, что даже он так странно загущается, а чисто из-за запаха, очень пахнет краской, это не есть хорошо, то есть, прям, как-то некомфортно себя чувствуешь, рядом с этим клеем, рядом с этим, слаймом, хочется поскорее убежать, потому что краской пахнет, не сильно, конечно, едко, но запах присутствует, в общем, ладно, давайте я его уберу в тарелочку, сейчас посмотрим, как работает этот же самый клей, но уже с персилом, тоже наливаем его в тарелку, все, он полностью весь в тарелочке, закрываем, и добавляем персил, посмотрим, как же с ним работает, смотрите, уже начинает, типа, загущаться, но я, боюсь даже сказать, что он загущается, потому что в прошлый раз все прям по странному пошло, так, перемешиваем, вроде бы, что-то начинает реально загущаться, добавляем еще персил, ну что, смотрите, все очень жидкое, хотя вы видели, сколько я персила добавила, прям, очень много, давайте еще добавлю, прям, не пожалею, прям, мне кажется, это было дофига, перемешиваем, и жижа, и опять жижа получилась, добавляем еще персил, ой-ой-ой, это было даже страшно, как думаете, получится или нет, теперь вообще такой запушок адский стоит, и клеем пахнет, и персилом пахнет, просто идеальное сочетание, но теперь, мне кажется, точно его в руки можно взять, потому что он уже в таком нормальном состоянии, это капец, ребята, смотрите, вот что у меня в итоге получилось, я пытаюсь сделать из него розочку, пытаюсь его растянуть, а он рвется, как бы, в общем, на самом деле, мне этот клей лично не нравится, из него, конечно, получается что-то подобное, типа слайма, ну, действительно, это нормально, он загущается, да, но сам результат мне вообще абсолютно не нравится, и с персилом, он очень странный, он хотя бы, конечно, тянется, но, смотрите, сразу начинает разрываться, а с тетраборатом натрия же у меня получилась прям такая твердая, жвачка для рук, такой прям твердый камень, ну, сейчас, может, полежал лучше стал, но нет, нет, тут, конечно, возможно, я закосячила и добавила слишком много активатора, но вот с персилом-то, ну, мне вообще не нравится, то есть, как бы, блин, я бы этим играться стопудово не стала, в общем, не знаю, решать, конечно, вам, брать такой клей или нет, но я бы вам его советовать не стала, потому что, поскольку результат сам по себе не очень-то, и клей тоже был не слишком бюджетный, он стоил там в районе 70 рублей, я думаю, вы цену уже видели в начале, там ее Денис написал, короче говоря, этот клей я вам советовать не буду, но хотите берите, хотите нет, но мне он как-то, ну, не вкатил, не понравился, в общем, ладно, убираю его в тарелочку, и мы переходим к следующему, итак, следующий клей, который мы с вами затестируем, это вот такой вот клей, и, внимание, как он называется, короче говоря, это канцелярский клей, но он называется почему-то клей жидкостный, в общем, просто знаете, что такое тоже существует, и он идет от фирмы Ашан, просто мне здесь слишком много Ашан, сразу видно, Маша в Ашане затаривалась, и в этом тюбике 40 миллилитров, итак, я сразу же беру два контейнера, открываем первый тюбик, просто его выливаем в наш контейнер, смотрим, насколько он у нас прозрачный, мне кажется, что он немножечко мутный, возможно, это, конечно, из-за того, что в нем уже формировались, так сказать, пузырьки, но не знаю, посмотрим, добавляем в него активатор, и перемешиваем, и о чудо, он начинает сворачиваться, мне кажется, практически все клея канцелярские, они работают, вот, бывают, конечно, частенько проблемы, вот, канцелярские, вроде бы, плюс-минус, конечно, но почти всегда рабочие из них, слаймы получаются, смотрите, как он запенился жутко, просто вообще, прям, как будто в него пены добавили, что, теперь буду, наверное, руками перемешивать, ну, вот, реально, есть человек-паук, а есть человек-слайм, и это Маша, мне кажется, очень похоже, зацените меня, пожалуйста, я могу так вот делать, почти получилось, у меня здесь, как будто паутинка, самая настоящая, ох, вымешивать, не перевымешивать этот клей, все, смотрите, слайм, наконец-таки, готов, я его вымешивала, клей работает, все прям чики-пуки, все хорошо, он классно, вроде бы, хрустит, но это не точно, потому что я им сейчас первый раз похрустела, вроде бы нормально сойдет, очень сильно много вот этих всяких пузырей, потому что клей вымешивался очень долго, и он сразу же запузырился, я думаю, вы видели, ну-ка, давайте, у меня получилось надуть пузырь, это ли не чудо, это, по-моему, чудо, да, хрустит прям, обалденно, вы слышите эти кайфовые звуки, ну-ка, проверим, как он кликает, у меня все какие-то слаймы сегодня скучные на проверке, я их все не окрашиваю, не, на самом деле, клей очень классный, мне понравился, слаймы из него делать вполне себе возможно, то есть, и, по-моему, он бюджетный, он стоил что-то в районе 15 рублей, то есть, очень дешевый, именно для канцелярского клея, да, мне безумно нравится, в общем, если увидите, то берите, я первый раз его увидела в Ашане, до этого не было, видимо, был какой-то новый завод, и новый клея туда завезли, так, ладно, убираем его в контейнер, теперь давайте этот же клей проверим уже с персилом, в принципе, я думаю, какой смысл проверять, ведь он работает с, ну, короче, вы знаете, с чем, мне кажется, с персилом он тоже будет работать, но чисто для эксперимента я должна это сделать, так, наливаем его в контейнер, кстати, надо будет посмотреть, через время, будет ли из этого клея клеяр слайм прозрачный, либо же нет, он настанет такой весь в попырках, если получится прям прозрачно, это будет вообще просто волшебство, теперь добавляем персил сюда, и перемешиваем, и мы видим, что, и мы видим сразу же то, что клей загущается, короче говоря, клей рабочий, классный, слаймы из него получаются, но сейчас нужно теперь этот слаймик вымешать, это походу надолго, это прям реально надолго, а может и нет, ну-ка, все, смотрите, наконец-таки слайм готов, я готова вам его показать, вау, как бомбезно хрустит, ну-ка, и кликает тоже прикольно, прям, ну прям хорошо, я думаю, вы слышали, обалденский слайм получился, вот этот результат персила меня прям порадовала, я вам так скажу, мне очень нравится, ну-ка, делаем еще розочку, обалденно хрустит, в общем, ребят, если увидите вот такой вот клей, то берите его 100%, не пожалеете, работает с любым активатором, но я думаю, что с любым он точно будет работать, потому что и с жидким порошком, и с тетраборатом натрия у меня все хорошо получилось, в общем, ладно, убираем его, и смотрим дальше, что же у меня осталось, а дальше, смотрите, у меня есть еще один клей от фирмы Ашан, это точно такой же, как предыдущий, только здесь уже белый клей, то есть клей ПВА, здесь по 50 грамм в каждой бутылочке, итак, берем первый тюбик, открываем его, и наливаем в контейнер, ого, какой жидкий, вот это вот уже, я надеюсь, что именно ПВА от Ашана, блин, капец, ребята, это виниловый, прикиньте, клей виниловый, сейчас я вам покажу надпись, хорошо, что я прочитала, так что знайте, это не ПВА, это именно виниловый клей, ладно, посмотрим, работает ли он, или он будет точно такой же, как предыдущий, который был в большой баночке, ой, какой пузыряк, надулся, очень густой, как вы видите, по консистенции, и такой глянцевый, что ли, так, закрываем, берем активатор, вот это я пока уберу, и так, добавляем немножечко активатора, и надеемся на чудо, чтобы у нас все работало, слушайте, ну, вроде бы начинает загущаться, но я не буду говорить, что все пока что хорошо, посмотрим, сейчас я поперемешиваю, а вот сейчас, я думаю, уже можно попробовать все, взять это в руки, и повымешивать руками, все, смотрите, что получилось, у меня слайм получился, прям нормальненький, такой мне прям нравится, ну-ка, давайте сделаем из него розочку, что-то как-то не очень хорошо хрустело, давайте еще попробуем, ой, ну он такой глянцевый, что я прям на нем залипла, в общем, ребят, этот клей работает, из него получается вот такой вот слайм, напишите в комментариях, как вам нравится результат или нет, мне в принципе нравится, но, наверное, 45 баллов, я бы поставила этому слайму, ну, типа, прикольный, убираем слайм в боксик, берем этот же самый клей, и теперь проверяем его с персилом, так, добавляем, берем персил, я надеюсь, вы там еще не устали, но знаете ли, смотрите, сколько клеев мы уже нашли работающих, это очень круто, так, добавляем персил, кстати, это не последний клей на этой проверке, у меня еще есть, так, перемешиваем, жиденько, 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 добавляем еще персила, все, я думаю, его пора брать в руки и вымешивать в руках, но все равно он прям жидкий, как медузяка, смотрите, очень жидкий, прям, очень жидкий, куда еще можно сюда персил добавлять, мне кажется, реально, я добавила уже в пропорции, один к одному, но столько персила налить, это просто, это слишком много было, и вот такая вот жижа получается, Денис, давай, помогай мне, наливай сюда персил, потому что я иначе все, все, все засвиняю, засвиняю, да, именно так, это было мало, давай еще, вот это нормально, все, наконец-таки я могу назвать вот это чудо слаймом, наконец-таки я все вымешала, и смотрите на результат, самое главное, то, что клей вроде бы работает, но с персила мне результат, честно говоря, не нравится, во-первых, я очень долго вымешивала, во-вторых, он все равно какой-то весь липкий, к рукам прилипает, но больше я сюда персил не собираюсь, добавляйте, иначе реально здесь будет 200% персила и 100% клея, ну, короче, думаю, вы меня поняли, типа персила будет больше, чем клея, кликает, конечно, круто, мне нравится, даже круто хрустит, обалдеть, немного разрывается, хотела его растянуть, и что-то как-то пошло не так, короче говоря, ребят, смотрите вот на этот клей, он работает, если что, это Ашан, так что берите, не пожалеете, мне он понравился, и как с персила, в принципе, неплохой результат, единственное, что вы просто устанете его вымешивать, и с активатором тоже все круто, мне понравилось, так что убираем этот слаймик, его контейнер, и тадам, вот он последний клей на сегодняшнюю проверку, это вот такие вот три клея, они все выглядят, да, абсолютно по-разному, но мне кажется, что это все одинаковые клея, потому что, во-первых, я их все купила в одном магазине за одну цену, и во-вторых, здесь фирма не написана, но они все идут клей ПВА прозрачный, клей ПВА прозрачный, и клей ПВА прозрачный, мне кажется, просто обложку разную сделали, типа Маша и Мильдейдж, Шопкинс, и это, по-моему, «Щенячий патруль» называется, 30 мл каждой бутылочки, я взяла специально три, чтобы вам показать, что у них разные этикетки, у меня еще в шкафу стоит какие-то герои, и еще какие-то там машинки, в общем-то, они все разные, но суть у них одна и та же, клей ПВА прозрачный, и так, давайте проверять, и начну я, наверное, с Маши и Медведя, я, конечно, не буду все три штуки проверять, в общем, две бутылочки проверю, если обе работают, то это сто пудово работает, и так, открываем клей, здесь есть вот такая вот закупорка, эти клея вы уже могли у меня видеть в каких-нибудь челленджах, потому что я их купила давно, поставила, вообще проверять не собиралась, и просто в челленджах использовала, но сами, как клея единичные, то есть, делаются из них слаймы или нет, я не проверяла, короче говоря, не знаю, работающие они или нет, и так, добавляем клей, смотрите, он реально прозрачный, реально клей бывает, типа прозрачный, на самом деле, это, мне кажется, самый обычный канцелярский клей, сначала я проверю с активатором, как работает, добавляем, перемешиваем, и практически все готово, собственно говоря, смотрите, у меня уже в такую же лейку превратилась, мне кажется, я много активатора налила на такое маленькое количество клея, у меня получился просто кусочек резины, капец, жесть, ладно, давайте еще раз проверю, у меня таких несколько баночек, поэтому не переживайте, еще раз проверю, открываем теперь шопкинсов, я немного буду грязной, не обращайте внимания, так, наливаем, и теперь капельку, просто самую маленькую капельку, давай, чпонь, и перемешиваем, мне кажется, этого было мало, но походу надо будет еще немножечко, прямо так же, чпонь, и все, берем в руки, и вымешиваем в руках, он мне кажется, все жидкое, боже мой, какой он крахотулешный, это просто капец, явно из такой одной баночки слайм ты не сделаешь, ну, что это, это разве слайм, это просто какая-нибудь маленькая, ну, вы поняли, да, очень мало клея, та-дам, что у меня получилось, вот такой вот маленький слаймик, прям он такой маленький, господи, из него такая маленькая розочка получается, ой-ой-ой, но она хрустит, заметьте, слаймик прикольно кликает, прозрачный, ну-ка, получится растянуть, получилось, в общем-то, все отлично, единственное, что мне немножечко смущает, это размер этого слайма, но сам по себе клей работает, самое главное добавить совсем немножечко активатора, если вы такой же рукожопенький, как и я, то запоминайте, активатора надо чуть-чуть, так, убираю его, и теперь давайте проверим этот же клей, у меня остался вот такой вот собачий патруль, уже с персилом, это, кстати, последний клей в этом видео, наконец-таки, мы просто это видео снимаем уже 3 часа, 3 часа я проверяю разные клея, так что я думаю заслужила там лайкосик под видео, в общем, ну, вы поняли, да, намек? беру персил и прям так быстренько его добавляю, нет, не получится, быстренько, вот так вот получится, добавляем, оп, оп, мне кажется, этого много было, оп, заливаем обратно, капаем, и перемешиваем, ну шо, ну шо, ну шо, ну шо, смотрите, слайм тоже начинает загущаться, но он очень сильно пенится, и мне кажется, что это из-за персила, просто персил начал пениться прям в этом клей, потому что до этого такого не было, Все, я его тоже беру, наверное, в руки. Ой-ой-ой, жидкий, жидкий, мне кажется, надо еще добавить. Прям 100% информация. Так, здесь очень сложно добавить капельку, и не знаю, получилось или нет. Выбеживаю в руках, смотрим-смотрим на результат. Все, смотрите, что у меня получилось. У меня получился еще один мини-слайм. Клей работает, это очень круто. Вау, кликает тоже классно. Мне кажется, как будто он еще немножечко недозагущенный. Хочется еще немного присила добавить. Он такой какой-то желейный, что ли, да, смотрите, как разрывается. В общем, ладно, я его тоже убираю в контейнер. Ну что, ребят, смотрите, вот эти клея от неизвестной фирмы, она нигде не указана. В общем, они работают, если вы их увидите и вот в таких вот красочных, смешных упаковках с разными мультиками, то, в принципе, можете брать, они работают, они крутые, слаймы получаются. Но единственный минус, баночки очень маленькие. Насколько я помню, стоили они где-то в районе 15-16, короче, в районе 20 рублей они стоили. То есть, за такую вот маленькую баночку, мне кажется, это дороговато. Но если вариантов других не будет, то, в принципе, почему бы и нет. Но мне кажется, нужно будет взять хотя бы три такие баночки, чтобы получился хотя бы такой адекватный слайм адекватного размера. Ну что ж, вот такое видео у нас сегодня получилось. Вот такая вот проверка. Если вы хотите еще больше проверок разных клеев ПВА, канцелярских, строительных и так далее, то я думаю, вы знаете, что нужно сделать. Там большие пальчики есть под эти видео. Просто кликайте на него. И чем больше будет лайков, тем я лучше пойму, что вам нравится такая рубрика. И буду снимать такие видео чаще. Ну а на этом, ребят, это все. Я надеюсь, что вам видео было это полезным. Я вас очень сильно всех люблю. Увидимся с вами совсем скоро. До скорой встречи. Всем пока!